МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это не просто знак, это серьёзная цель. Уже не сорвётся. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Кравчук официально вступил в должность мэра Хабаровска. Теперь уже экс-мэр города Александр Соколов подвёл итог своей работы на посту главы краевой столицы и поздравил новоиспечённого градоначальника. Сергей Анатольевич прошёл хорошую жизненную школу, работал в двух районах, работал в управлении жилищно-коммунального хозяйства. У него опыта не занимать. Очень важно, чтобы этот опыт применялся к делу, к людям, как руководитель, чтобы относился строго, требовательно, справедливо и с уважением. Сергей Кравчук родился 27 августа 1960 года в посёлке Центральной Кемеровской области в многодетной рабочей семье. После школы год отработал токарем и был призван в погранвойска на Сахалин. Там и остался после армии на предприятии «Сахалин-уголь», где семь лет отработал подземным проходчиком. В 1997 году Сергея Анатольевича пригласили в администрацию Хабаровска. Три года он проработал в должности начальника управления эксплуатацией жилищного фонда, затем стал первым заместителем главы железнодорожного района по ЖКХ. Настоящим испытанием в карьере стал 2013 год. Сергей Кравчук тогда занимал пост председателя комитета по управлению Южным округом. В августе за Дальним Востоком следил весь мир. Вода в Амуре у Хабаровска поднялась на 8 метров. В 2013 году вода была вот она здесь рядом, под низом. Мы здесь также насыпали дамбу, чтобы вода не пришла на жилмассив улицы Блюхера. С той стороны стояли гаражи, они были все подтоплены водой. Паники никогда у нас не было, потому что мы знали, за нашими плечами жители города Хабаровска, если мы начнем паниковать, что будет с городом. За нашими плечами, еще раз повторяю, ежедневно трудилось до 2000 человек, волонтеры, предприятия, до 300 единиц техники. Это надо было обеспечивать и бензином, и питанием, и спецодеждой, и мешками, и подвозить инертный материал. Вот за этим всем стояла огромная организационная работа. Вода поднималась на 20 сантиметров в сутки. Были задействованы все человеческие и технические ресурсы. Трудно было, тяжело было. Мы спали по три, по четыре часа. Иной раз просто находились на берегу, там поставили, на Красной речке поставили обыкновенную палатку. Там были ответственные люди, они там жили. Там варили кушать, мылись там, то есть за редким исключением домой приезжали там поменять одежду. И опять приезжали в эту палатку. И мы там жили в этой палатке. Придешь у костра, покушаешь, там чай попьешь. И оно как-то вот это вот... С одной стороны романтика, с другой стороны горе. И оно тебе придавало сил. Мэр Александр Соколов поручил Сергею Кровчуку заниматься Красной речкой. Там по некогда асфальтированным дорогам ходили катера и лодки. Если бы не общее усилие жителей и городских властей, пришлось бы эвакуировать около 40 тысяч человек. Катастрофа продолжалась почти два месяца. За работу по ликвидации последствий затопления Сергей Кровчук получил благодарность президента Российской Федерации. В 2017-м Сергей Анатольевич стал вице-мэром Хабаровска. В работе проявлял хорошее знание хозяйственной деятельности, дотошности и принципиальность. Когда я езжу, я не просто еду, я обращаю внимание, что у нас делается на газонах. Иногда у нас отсутствует или упал плафон. С опоры освещения я всегда сообщаю руководителю предприятия, Гурсвету, или звоню Олег Яковлевичу Грубру, Олег Яковлевич, что тут неполадок, или бордюр кто-то вывернул, или настройки выносят грязь. Я звоню главе железнодорожного района. И прям тут же дотаете и набираете? Да, тут же сразу звоню по дороге. Плохой тут руководитель, плохой тут чиновник, который не видит дальше своих глаз. Уже через год после назначения Сергей Кравчук занял пост градоначальника краевой столицы. На выборах мэра за него проголосовало 40% избирателей. Считаю своим долгом служить на благо развития и процветания города Хабаровска, успеха и уверенности в будущем его жителей. Во время инаугурации в торжественной обстановке новому главе города вручили устав Хабаровского края, нагрудный знак и удостоверение мэра Хабаровска. Я уже говорил, у нас нет важных и первостепенных задач, первостепенных мероприятий. У нас все направления важны. И все то, что мы делаем в администрации города Хабаровска, все отрасли, они у нас, всем уделяется внимание. И не просто внимание, а мы каждую отрасль разбираем и смотрим, по какому пути и как дальше идти в развитии в том или ином направлении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова